так дорогие друзья доброго утра доброе добрейшее утро собираемся собираемся все возле телефонов компьютеров экранов с целью послушать слова торы яков шатанин подиртов и орденевне с чтобы выполнить заповедь учить тору и обучать торе мы сейчас выполняем заповедь районе муханнему заман леком это митсва лель мотора были нам да то есть это сейчас прямо заповедь одна из самых мощных заповедей которые только существуют в среди всех есть 613 заповедей до вторе но заповедь учить тору и обучать торе она она самая мощная почему потому что если бы ее не было как бы мы знали про остальные заповеди никак то есть только изучая тору можно можно делать заповедь а если ты не изучаешь как ты сделаешь очень понятно да то есть мышление она первична а действия и материальный мир он вторичен то есть человека делает его мышление а человека человеком с большой буквы до знающим бога делает тора то есть тора это свет который сообщает человеку о о боге значит сегодня у нас последняя мишна в четвертой главе и последний у нас стас мишна в четвертой главе и возможно что мы после роша жна перейдем на другой режим вот мне очень интересно давайте сделаем опрос если урок будет не в 10 утра а в девять вечера пути вскому по московскому времени участв 10 утра пати вскому по израильскому по московскому времени а если урок будет в 9 вечера как вы думаете это будет удобнее или нет давайте мы сделаем есть специальные опросы в яков шат 1 сделает опрос хотели бы вы перенести урок с 10 утра на 9 вечера, на 21.00 вечером. Первое, мне кажется, что будет больше людей, которые после работы могут присоединиться. Утром привычнее, скажем так. Утром привычнее. Мне кажется, что вечером будет удобнее, чтобы день прошел и спокойно в 9 вечера поучить Тору и с хорошими мыслями лечь спать. Возможно, этот режим будет удобнее. Давайте проведем опрос, но скорее всего мы так сделаем. Значит, вот Давиду удобнее утром, а Сейду удобнее вечером. Хорошо. Значит, смотрите. Все, двигаемся дальше. Нужны какие-то, может быть, обновления. Рожа-шана, Новый год. И все, проведем опрос. Давайте проведем опрос и решим. Ну, мне, например, хочется попробовать 2100. То есть, я бы тоже попробовал. Мне лично. Я, вы знаете, интересно, что вот у каждого человека в жизни есть, есть у каждого человека в жизни способы принятия решений. И большинство людей, большинство людей, они боятся нового. Они боятся нового, потому что у них в голове вот есть вот этот вот такой кусок мозга, который хочет, чтобы было все постоянно. То есть, он держится за постоянство, ему страшно. А что будет, если что-то изменится? Поэтому большинство людей, они боятся пробовать новое. Я, например, не боюсь. У меня есть, как бы, вера, что все равно всем Бог рулит. И надо пробовать. То есть, я, у меня именно тестирование. Мое любимое слово это тестирование. Так что, давайте все. Давайте эту тему мы оставляем. Я думаю, мы протестируем. Попробуем вечерами. Посмотрим, как. Вот Биробиджан отпадает тогда, да? Татьяна Талисман пишет. Это будет 2 часа ночи. То есть, Восток России тогда отпадает. Возможно, это надо тогда, может быть, в 7 вечера тогда делать, в конце рабочего дня. Всем. Хорошо, попробуем и сравним. Все, друзья. Сейчас у нас последняя мечта. Мишна в 4 главе. Сказал ее точно тот же Тана. Он ее сказал. Значит, звали его Раби Лазар Акапар. Значит, я про него не смотрел. Надо посмотреть его биографию, найти биографию. Давайте попросим Влада Косова найти его биографию и разместить в группе и на портале ВАИКРа его биографию. Раби Лазар Акапар. Кто это? Потому что он сказал очень интересно у Мишну. Вот последняя. Он сказал так. О, я, Омер. Айладим Лямут. Те, кто рождаются, умрут, сказал он. Те, кто рождаются, умрут, сказал он. Айладим Лямут. То есть, уже когда человек рождается, он рождается для того, чтобы умереть. Это факт. То есть, он как бы факт сказал. ВАМИТИМЛЯ АХАЙОТ. А мертвые оживут. Вот это вот уже он сказал такую вещь, которая, которая, в нее надо верить, что мертвые оживут. Это как бы надо в это, ну, это идея такая непростая, да? давайте дальше. Значит, родившиеся умрут, мертвые оживут. ВАХАИМ ЛИДОН. А живые будут судимы. Будут судимы. Будет суд над живыми. То есть, кстати, мы стоим сейчас перед Рошашаной, нам как раз очень в масть попадается эта Мишна, что живые, они для суда. То есть, человек все время судится за его поступки, за его мысли, за его действия, за заповеди. То есть, это он написал как бы общую схему, так, широко, глобально. Значит, родившиеся умрут, мертвые оживут, и живые, живущие будут судимы. Зачем? ЛИДА, чтобы знать. ЛИДИЯ, чтобы сообщать. ЛИИВАДА, и чтобы самому убедиться. В чем? В чем надо нам всем убедиться? Что мы должны узнать вообще? Зачем вся вот эта вот история, да, с жизнью человека, с человечеством, зачем нужно сотворять такой мир, было Богу, такой сложный, чтобы человек познал Бога, да, ЛИИДА, чтобы он узнал, ЛИОДИЯ, чтобы он сообщил, вот мы сейчас, я изучаю Тору, или возьмем по-другому. Раби Элизар Акапар, который нам сообщил эту Мишну, он знал, и он решил нам сообщить. Теперь я узнал, сообщаю вам, вы узнали, сообщайте другим. Значит, мы должны сами узнать, потом сообщить, и потом сами убедимся. А когда мы убедимся? Говорят комментаторы, мы убедимся, когда человек умирает, он убеждается, несомненно, то есть, ему открывается, спадает, как пелена, и ему открывается реальность, что вот Бог, вот ангел, и вот вся эта система работает, и он так увидит жизнь, как бы с духовной точки зрения, и ему все открывается. Вот зачем это все сделано. А что мы должны узнать, и о чем мы должны сообщить, и в чем мы убедимся сами? Значит, Шиуэль, что он Бог. Эль это одно из имен Бога, которое обозначает сила. То есть, есть вот там, Ют Кай Вав Кай, непроизносимое имя Всевышнего, это тот, кто, как бы, говорят это Адо, то есть, это запрещено произносить, потому что в этом Си, в этом, в этом звуке, в этом слове есть огромные какие-то скрытые силы, ты как бы через это слово с Богом соединяешься в его самом таком проявлении, который, тот, который сотворил все, который был, который есть, и который будет, и который в основе всего. Потом, каждое проявление Бога называется Эль. Эль это как сила, да, то есть, любой вектор, любая травинка не пошевелится, если не будет на это воли Бога. Вот эти все воли Бога, это как Эль. А Элоким, Элоким, всесильный, то, что на русский переводят, всесильный, да, Элоким, это тот, кто эти все силы организовывает, и люди, которые пользуются другой, терминология, они называют его Вселенная, они говорят Вселенная, да, пусть Вселенная мне поможет, говорят они, подразумевая всесильного, то есть, все силы Вселенной, которыми управляет один всесильный, это, это, всесильный, но здесь, сказал нам, раби Элязар Акапар, что у Эль, что он сила, у Аюцер, он создатель, тоже Бога еще называют словом создатель, и у Абуре, и он творец, Бога еще называют творец, тут очень интересно, как раз даже сегодня утром, чуть читал, про квантовую там физику, и квантовая физика, она говорит, что частицы, они исчезают куда-то, в никуда, как они считают, вот их нету, а потом они появляются, как электроны, они опять есть, потом они опять исчезают, их нету, потом вах, они есть, и вот это вот появление, из ничего энергии, да, потому что эти все электроны, там, квантовые частицы и так далее, это все энергия, весь мир состоит из энергии, не из материи, потому что атом, он состоит из материи только на 0, запятая 0,00, там, одна десятая процента, он состоит из материи, а все остальное, это энергия, то есть они вот эти движущиеся частицы, они энергия, Так вот, значит, и кто создает эту всю энергию, которую поддерживает весь мир, это Боре, творец Он создатель, откуда она берется А Йоцер, это тот, кто формирует потом эти с невероятной скоростью движущиеся частицы Формирует в мир, который кажется материальным То есть этот мир, который кажется материальным, он по факту внутри этой энергии И движущийся с невероятной скоростью, и постоянно исчезающие эти мелкие частицы, и появляющиеся И вот когда они исчезают и появляются, это творец Тот, кто сотворяет энергию То, что формирует эту энергию в материальный мир Это Йоцер, Йоцер это создатель, как мастер, который из материала делает уже какие-то предметы Так мы должны узнать, сообщить, и потом мы убедимся, что он, он Эль, он Сила Он Йоцер, он создатель У Абуре, он творец У Амывин, он понимающий То есть он понимающий все У Адаян, и он судящий Так как он все понимает, так он и все и судит То есть так как он находится внутри всех частиц, ну грубо говоря, да То он как бы просвечивает всю реальность Он просвечивает все мысли, он просвечивает все И поэтому он все понимает И он Адаян, и он все судит У Эд, и он свидетель Невозможно от него спрятаться, он внутри всего То есть он не на небе сидит там и смотрит Это понятно нереально Но он как бы Вот интересно мне Когда-то кто-то рассказывал Как в компьютерной игре Вот играет человек в компьютерной игре Те стрелял, те разные и так далее И вот этот вот стрелок, он заходит за угол И перед ним открывается целая улица Значит улица, там ездят машины, ходят люди и так далее Но вопрос До того, как он туда повернул Эта улица уже была или не была? Вот вопрос И оказывается, что до того, как он туда повернул Эта улица, она была как бы в потенциале Но как только он повернул на эту улицу Компьютер тут же ее поднимает из этого потенциала И ее создает как изображение полностью там многомерное Создает многомерное изображение И получается, что Всевышний, так как он внутри И он сотворяет все, да, он всему дает энергию То естественно, что для него все понятно И все существует Ну, то есть он свидетель У Баальдин И он с тобой как бы судится А как он сможет судиться с тобой? Он установил законы, по которым работает мир Конкретно законы, по которым мир существует И когда человек... Представьте ситуацию, да Красный свет стоит, такой красный человечек, да Стоит человек возле перехода И едет с огромной скоростью машина Она едет, чтобы успеть проскочить на зеленый И вдруг человек за три метра до машины Он делает шаг вперед и выходит на проезжую часть Его машина сбивает Можно ли сказать, что машина наказала его Или Бог его наказал за то, что он... Что Бог его наказал Нет, так сказать нельзя То есть Бог установил закон... Ну, в этом случае это правило дорожного движения Установлен закон, по которому человек должен стоять на тротуаре Пока мест не появится зеленый человечек Но он, нарушив этот закон И выйдя на дорогу Он попадает под движущийся автомобиль Который двигался по своей траектории Абсолютно разрешенной На разрешенной скорости По зеленый сигнал светофора За пять метров Или за три метра Автомобиль остановиться не мог Вот это то же самое, что Бог Когда мы называем его, что он Баальдин Когда он, как бы, с тобой судится Он не то, чтобы он с тобой судится Он установил законы реальности По которым есть запрещенные действия Запрещенные заповеди Запрещающие заповеди И когда ты их нарушаешь То ты сам заходишь на вот эту вот полосу движения По которой движутся автомобили Бог может тебя спасти Сделать для тебя чудо И какие-то законы Он не то, чтобы... Если этот человек у него на той стороне Ну, например, если бы... Это божественная такая, да? История Человек нарушает, нарушает Делает преступления Но Бог понимает, что По плану какому-то, да? Божественному По его предыдущим действиям Этого человека Он должен обязательно дойти До следующего перекрестка В этом случае Бог сделает чудо И водитель автомобиля Он вырулит руль И врежется в столб И понятное дело Что водитель автомобиля У него, например В доле секунды просчитывается Вся его жизнь И понятно, что В принципе, вся его дальнейшая жизнь Это пустые поездки По пустым делам И он, значит, заканчивает свою жизнь На этом столбе А человек Который до этого У него были какие-то планы Заслуди Или он шел и думал Почему он пошел на красный свет Он думал там на другом светофоре Бабушку спасти какую-то То Бог Он же просчитывает Всю реальность И он может Кого-то спасти Может не спасти Но когда мы говорим Что Бог судит То это все Абсолютно справедливые Справедливые последствия Тех действий Которые люди делают Значит Он Судья И он, значит Баальдин То есть Он с тобой судится Уадит В У Атитля Дун И он в будущем Будет судить Основной суд Это проходит ли человек В Улам-Абаб В грядущий мир В следующий уровень игры То есть Достаточно ли Он накопил В течение жизни Вот этого божественного потенциала Своей связи с Богом Выполнение Каких-то действий Которые он Осознанно сделал Для получения Этого потенциала То есть Тут тоже В наше время Мы живем Когда легко Это понять Например Ну Я думаю Что не многие люди Но как-то где-то Слышали про биткоины Про майнинг Как Человек покупает Компьютер Какой-то там Видеокарты Какое-то оборудование Включает его В электричество Этот компьютер День и ночь Жужжит и жужжит Жужжит и жужжит Что он делает Он майнит Что он майнит Он что-то считает Что он считает Он что-то считает Чтобы в конце Насчитать Какую-то Какую-то Комбинацию цифр Которую называют Биткоином И которую можно купить За там Десять тысяч долларов Или за двадцать Когда был момент Или за шесть Был момент То есть Кто это может понять Никто это не может понять То есть Точно так же Логикой сложно понять Что человек Выполняя Какие-то действия Которые называются Заповеди Он с помощью Этих заповедей Зарабатывает себе Вечную жизнь Но вот это то Что здесь написано В.у. А.Т.Ля.Дун Что он Будучим судить Это последний суд Накопил ты Вот этих вот Биткоинов Чтобы зайти туда Или не накопил Или ты всю жизнь Майнил Или ты говорил Как я Я например Не влез в эту историю С майнингом Я говорю Я не верю в эти биткоины Но это бред С моей точки зрения Вся эта легенда Про какого-то Который это придумал То есть Это чистый развод С целью Выкачать Из населения Какой-то Общий Сейчас рынок Этих Криптовалют 360 всего Миллиардов долларов То есть Конкретно Выкачали Из народа 360 миллиардов долларов Взамен Давым Набор циферок То есть Какие-то умные люди Они говорят Слушайте У людей скопились Излишки денег У них есть 365 миллиардов Лишних Как из них вытащить Ну картины мы им Давай по 100 миллионов Там черный квадрат Оранжевые центры Дадим Это выкачивает Деньги из богатых Современное искусство Это как Тряпочками И красочками Выкачать деньги Из очень богатых Биткоины И Вся вот эта вот Штука Это как Выкачать деньги Из Среднего класса Из бедных То есть Те кто хотят На этом заработать Но как выкачивают деньги Создают Иллюзию Иллюзию Идею Современное искусство Или концептуальное искусство Когда гора Гора леденцов Продается за миллион долларов Или Акула формалини Акула формалини Продается Ну Законсервированная Акула Продается за 12 миллионов долларов Вдумайтесь Да Ее Эта себестоимость Акулы Ее купили За 3000 евро Формалина На 1000 евро Все 4000 евро Стоимость этого Арт объекта Арт это В кавычках А значит Продают за 12 миллионов То есть Понятная идея Так вот Значит О заповеди Заповеди Это реальная валюта То есть Ты делаешь заповедь Она тебе накапливается И когда ты умираешь Ты заходишь в лам оба В это я верю Ну Смотрите То есть Тут Если я поверю В формалини Акулу То мне придется Отдать 12 миллионов долларов И получить формалини Акулу Если я поверю В биткоины То тогда Я заплачу живые доллары Ну Хотя Это тоже Идея бумажки На которых нарисованы президенты А взамен Получу ничего Циферки Просто набор циферок Мне скажут Знаешь что Это как Вот тебе циферки Это твой биткоин Знаешь что Он у тебя есть А И все То есть Я обменяю бумагу На циферки Если я выполняю заповеди То я обмениваю Своё действие И намерение На вечную жизнь Я играю в эту игру Я верю в эту игру Я хочу Вечную жизнь И я верю Что её можно заработать С помощью заповедей Других вариантов нет Никто не предлагает Других вариантов Предлагали какие-то варианты Там Блаватские Гурджиевы Но это всё хрень всякая Буддизм Предлагал вариант Исчезнуть Он говорит Слушай Это как Исчезни Так предлагал Так предлагал мне Будда Расслабься Он говорил Исчезни Значит Мошера Бейну Он предлагает Выполняя заповеди И Остерегаясь От каких-то действий Зайти в вечную жизнь Я верю Мошера Бейну Самому великому пророку И всех пророков И вот значит Продолжает Элизар Бар Капара Он говорит Баруху Благословен он Благословен он тот бог Который придумал эту игру Который дал нам Эту возможность Нету перед ним Никакого искривления И искажения Бог знает все Поэтому можно На него положиться Он знает весь мир Весь мир существует По его системе Нету у него Авлы Нету у него Шехеха Он ничего не забывает Как он может забыть Если он весь мир держит То есть любое действие Оставляет след Любая мысль Оставляет след Поэтому Бог Естественно Ничего не забывает Вело масса по ним И нету у него Маса по ним Нету у него Лицеприятствования Для него все равны Каждому он создал Равные условия И он Нет такого Здесь Комментаторы говорят Что ты не можешь Сделав много заповедей Потом сказать Ну все я пошел грешить Нет Он Ты цадик Цадик Согрешил Накажу То есть нету Причем Накажу даже больше Чем не цадика Не праведника Да праведником Он спрашивает строже И нет у него Что ты праведник Можешь потом Тебе все прощается Вы ломи как шокот И не берет он взятки Как он когда-то Через пророков Говорил Что мне ваши жертвы В храме не нужны Мне нужно ваше послушание То есть жертвами Вы надеетесь Искупить жертвами То что вы Знаете Есть анекдот на эту тему Один олигарх Значит он умирает И как раз он попадает На этот последний суд Последний суд Улам Аббах Попадет не попадет И ему значит Вы дают результат Ему говорят Вы знаете Вы не проходите У вас не хватает баллов Значит все Вы как личность Исчезаете Ваша душа Приходит в следующее Воплощение Но вы исчезаете Он говорит Я исчезаю Как я исчезаю Ему говорят Вы заповеди Не сделали Достаточное количество Которые дают пропуск В вечную жизнь Он говорит Как я не сделал Ему говорят Вы грешили так Что просто вы Обрезали свою душу 150 раз 150 каретов Там Карет на карете Вообще И каретом помогает Погоняет Карет это Отсечение души И вы даже не сделали Он был еврей Не сделали обрезание Не подтвердили Свой союз с Богом Хотя вам предлагали Пять лет подряд Вам Равин предлагал Сделать обрезание Каждую неделю Он вас просил Сделай обрезание Подтверди союз с Богом И он значит Говорит Секундочку Ну я же Равину этому Здаку давал Я Здаку давал Деньгами давал Так что Это же взятка Пустите за деньги Ему на небе говорят Вы знаете Вы Здаку давали Но деньги мы вам сейчас вернем Ему вернули все его деньги И он исчез Здака Она спасает от смерти Здака Это очень страшно Очень страшно Сильная вещь Да Но тем не менее Если человек Остальными своими действиями Доказал Что ему не нужно Ламаба Написано здесь Что взятки не помогают Веломиках шохот Шаколь шело И так все его Все и так Богу принадлежит Чем ты его купить хочешь Все его Все мироздание его Вы да Шаколь И знаешь что все по хижбону Все по счету Вот сейчас будет Роша Шана Просчитывается весь мир Все твои мысли Я вам даю лайфхак Лайфхак для Роша Шана Возьмите на себя Какие-то позитивные Решения и заповеди Чтобы было Богу Ради чего Вас в этом мире оставлять То есть бывает Что человек мало успел сделать Или он делал что-то не то Но очень важное направление В котором вы двигаетесь Если вы двигаетесь к Богу Если вы принимаете решение Больше соблюдать Больше помогать Больше пользы приносить людям Больше делать добра Но именно добра С точки зрения Бога А не со своей точки зрения Потому что то что человек Делает добро и кайфует Это он просто нашел Способ удовлетворения А именно заповеди И значит это лайфхак Роша Шана Чтобы все ли фиа хижбон Это очень учитывается Написано все по счету И вот этот счет Вкладывается намерение Очень сильно влияет на Расчет Бога намерения Валия втихаха ецреха Шаши оль бет монослах И пусть тебя не уговаривает И не успокаивает Твой ецарара Твое злое начало Что могила Это спасение тебе То есть ты все В могилу убежишь Никто в могилу не убежит Или ты исчезаешь Или ты проходишь И есть еще то что называется Чистилище Да В некоторых традициях Это есть Ну как ад До 12 месяцев Иногда люди мучаются Чтобы Исправить тот вред Своей душе Который они получили Такое как Чистилище Значит не думай Пусть тебя твой Твое злое начало Не успокаивает Что в могилу Ты убежишь И дальше идет доказательство Да Это самая длинная Мишнава в главе Шалькархеха Атану цар Пусть тебя не уговаривает Ецарара Твое злое начало Что ты убежишь Почему И он доказывает Почему Через Не по своей воле Ты Был Создан Ты вообще Не управлял Даже своим созданием Что ты говоришь Я управляю собой Я Я Тебя создали Вообще Как приходит сын к папе Говорит Папа Скажи мне Значит О чем ты думал Когда Когда Значит Вот Меня задумывал О чем ты думал Вообще У тебя были какие-то Намерения Да Когда ты меня задумывал Хочу понять Вот как это работает Папа говорит Ты знаешь Вообще Ни о чем не думал Просто хотел расслабиться И все Значит Ни о чем я не думал Чем не То есть Чем настолько Его появление Не от него зависит Валькархеха Атану лад И не по своей воле Ты родился Говорит Элизар Барка Акапар Элизар Элизар Акапар Он говорит Ты Был сотворен Не по своей воле Не по своей воле Ты родился Не по своей воле Ты живешь То есть Ты живешь Чтобы все время Управляют Твои страсти Внутренние Внешние люди События И так далее Валькархеха Атамет И не по своей воле Ты умрешь Никто не хочет умирать И ну Можно сказать Что Человек Те кто заканчивает Жизнь самоубийством По своей воле Они умирают Но Можно сказать Что те ситуации Которые их привели К тому что они умирают Обычно То что они принимают решение Обычно Обычно Эти ситуации Они тоже Эти ситуации Не выбирали То есть Они были Следствием Каких-то Явлений И они делали Выбор умереть Но то что их привело К этому выбору Не было их выбором То есть То что на них Накатило Это было не их выбор И не по своей воле Ты в будущем Будешь давать Дин ва хижбон Суд и расчет Перед Богом То есть Этим он доказывает Что так как Вся жизнь человека Она не по его воле То есть Он создан Он сотворен Его Бог ведет По жизни Также он будет Перед Богом Держать отчет И пусть его Есера разного Начало Не обманывает Что все в этом мире Случайно И все закончится В модиле Очень нам повезло Что эту мишну Мы изучили Перед Роша Шана Осталось буквально Несколько дней Для того Чтобы Обдумать Свои прошлые действия И Обдумать Свои прошлые действия Прям продумать 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 Принять решение Не делать Действия Которые неправильные Которые идут Против Бога И принять решение Делать действия Правильные Которые идут По воле Бога Это заповеди Все В этом случае Мы предстанем Перед судом В правильном Состоянии И Бог Нас В суде Даст Я всем желаю Шана Това Веметока Чтобы год был Хороший И сладкий Чтобы хорошее Приходило Только сладким путем Иногда бывает Хорошее Приходит через Боли страдания Через кризисы И потрясения Но я желаю Чтобы хорошее Приходило только Сладким путем Шана Това Веметока Здоровье Прежде всего Физическое здоровье И опять же Оно приходит Через тренировки Через Через Заботу о себе Через внимание Чтобы у всех Было здоровье И желаю Конечно Духовного роста Материального роста И гармонии Чтобы Ни одна часть Не разрушала Другую Все Всем удачи Успеха Спасибо мне Не пишите Лучше напишите Свои выводы Из урока И поделитесь Ими С кем-то То есть Как мы сегодня изучили Что надо познавать Бога И надо сообщать О Боге Вот если вы будете Делать выводы И делиться ими Это для меня будет Вместо спасибо Лучшее спасибо То есть Поставим лайк Если нравится Пишем свой вывод В комментарии И делимся Комментарием Или уроком С максимальным Количеством людей Все Удачи Успехов Будем познавать Бога И будем сообщать О Боге А потом убедимся Когда придем туда Что делали все правильно Все Всем пока